Сегодня мы будем расписывать нашу собачку, нашу грузика. В прошлых видео мы показывали, как ее делали. А теперь уже пришло время у него доходжить. Я уже его заранее почистила, погрунтовала и сделала ему форму для росписи. У нас собачка будет примерно вот в таких формах оттенков. Черненькая, рыженькая, беленькая, такая вот очковая она будет. Я уже рассказывала в прошлых видео, чтобы сделать вот такие вот оттенки и получить как можно больше полутонов, нам надо начинать с темного цвета. Поэтому мы сделали ему здесь бежевое, тут уже черненькое, по краю рта темный и вот здесь вот черное ушко, здесь вот уже на темном. Я не буду делать ему грудку светлую, как известно для собаки, потому что у нас ошейник перекроет друг друга. Он не будет так эффектно, как здесь. Поэтому я сделала светлый животик, белые лапки будут. Так, лакопулочек, он будет такой пятнистый. Для этого нам понадобятся вот эти вот цвета. Я пользуюсь акриловыми красками. Нам понадобятся бежевый, белый, красный, желтый и черный цвет. Ну и кисточки. Я думаю, за основу мы возьмем вот эту собачку. Будем придерживаться вот этих вот оттенков. Мы, собственно, приступим. Начинаем с первого цвета. Списываем, ну вот, делаем вот такую вот полосу. Все белые пятна, которые хотим сделать, сейчас вот прописываем беленье. Вот здесь вот видно, что я не закрашиваю, а набиваю сверху. Чтобы вот эти вот прожилки остались, тогда у нас будет шерсть более естественная и отвертая. Если вы где-то в лазерке на темный цвет, ничего страшного. Мы еще будем потом темные цвета, потому что желудок. Так, что мне не нравится. Здесь я хочу сделать более светленькое ушко, чтобы плечо поделить от уха. Потом я бантик, потом набиваю перец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для экономии фирмного времени я собаку практически уже расписала. Просто я вам сейчас расскажу, как я это сделала. Значит, вот здесь вот видно, что мы сделали тут вежевый, потом я белым расписала. Вот здесь вот рыженький кантик сделала, ушко рыженькое и черненькие ушки. Черный цвет я просто сереньким расписала, а рыжий чуть-чуть вежевым провела. Сейчас я покажу, как делать на той стороне собаки. Сейчас я вам покажу, как я ее немножечко делала. Берем красную краску. Желтую и смешиваем. Красная и желтая смешиваем. Получаем вот такой вот рыжий цвет, вот как здесь вот у собаки. И вот эта вот часть губы ей красит. И вот эта вот часть тоже. Вот так сюда заходим. И вот раз тушевываем этот цвет. Теперь берем вот этот чуть-чуть, притушевываем, чтобы вот эти резкие края перешли в плавное. Вот так. То же самое делаем с ними на работе. Аккуратно сильно не давим на кисточку, чтобы были вот такие рыбы и пропуски. И здесь верхнюю губу вот так вот тоже чуть-чуть потушевываем. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И так чуть-чуть заходим в этой рыжимой. Так, теперь вот здесь вот тоже у нас рыжимая и на эту сторону вот так все переносим этот рыжим. Тут у нас пятнышко и здесь делаем такое вот пятнышко. Теперь я хочу нашей собаке сделать карри-глаза. Здесь белым покрашено, а вот эту часть надо покрасить вот этим рыжим и вот эту часть рыжим. Так вот сесть в длину и также рыжим цветом красим. Чуть-чуть вот тут ушко можно покрасить. И вот здесь вот видно, что я дальше собаку тоже вот здесь рыженькими сделала. Здесь рыженькая, тут вот белое пятнышко. Вот рыженькая, если посмотри, вот мы такими как пятнами сделали. Тут рыжая, тут, 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 кусками такими. И хвостик тоже прописали рыжим цветом. Теперь для того, чтобы дальше закончить нам глазки, нам понадобится маленькая кисточка. И черный цвет. Так, не дожидаемся, чтобы цвет высох. Зрачок тут внутри закрашиваем черным. И по краю глаза тоже. Он у вас будет не черный, ну не совсем черный, потому что оранжевая краска еще не высохла. И оно будет размазываться. Это ничего страшного. Нам нужен этот эффект, чтобы растушевать. Вот это. Здесь тоже самое. Белок очень яркий и неестественно белый. Поэтому мы берем вот здесь вот темная краска, черный и чуть-чуть беленькая. Разводим, чтобы был такой серый. И вот здесь вот по краю делаем такой серый цвет. Это нам даст зрачок более такой объемный. Чтобы он будет более естественный. Так, потом берем просто белую краску и растушевываем вот так. Чтобы был главный переход. Вот так. Аккуратненько, чтобы сюда не выходить. Вот такой вот. Аккуратненько, чтобы сюда не выходить. Вот такой вот. взгляд. Здесь вот так вот чуть-чуть выделим. Отстраиваем бровки. И вот здесь вот вверх. Сделаем более четким. С этим глазиком делаем то же самое. Здесь вот вверх. Вот так вот. И как вchu schemer которые не стоятся… Family,. Дякую за амор aquí… И вот их бронзи… И вот его такая вот. Да, можете ненав 프랑шест �ил сам исключительно веритьkin. Красив его? А я решил сделать. Именно верно! А прям вот теперь обрезков isto. А ты что ручочки у projectiles? вот здесь надо красивую глубину показать и белым так теперь берем желтый цвет и сейчас здесь покажем вот такой желтый и весь вот не делаем чуть-чуть ее растушевываем чтобы не видно было наших полосок резких и вот здесь вот теперь вот это когда высохнет вот эти части мы еще сюда добавим более черный цвет сейчас нет возможности из-за того что краска мокрая и мы не можем положить еще один актив сейчас Сейчас я ему подправил этот пятачок, более соплинненький. Берем черный цвет и белую краску. Делаем вот такой сероватый, чистый серый цвет. И вот здесь вот по краешку набиваем его голосом. И вот сюда заходим. Вот такими движениями. Ничего страшного, если у вас это неакуратно получилось. Теперь берем черный цвет и черным цветом поправляем наверх этой полосы серой. Как тыкая кисточка. Вот у нас такой носик более живой получился. Теперь можно вот тут какие-то чуть-чуть дефекты отправить этим же цветом под носом. И чуть-чуть сюда вниз. Вот так. Теперь очень красиво смотрятся на морде серые пятна. Вот так вот мы делаем серый цвет. И вот тут вот мы такие пятнышки сделаем. Такие отродимые пятны. Чуть-чуть тоже растушевываем, чтобы не было как будто это случайно спачкали кисточкой. Ну, с этой стороны, это на самом деле. Немного это делаете. Вот так. Даст такой интересный эффект. Вот так. Достаточно. Теперь мы берем маленькую кисточку. Чтобы более так подчеркнуть это пятнышко, здесь надо сделать вот такую вот полосочку. Вот так. Оно даст такой когтей пятнышко, пятнышко более объемное. Вот такая смешная собака. Так. Теперь у нас остался животик. Мы сейчас желудок сейчас. Потому что я так уже поняла, он был такой светлый животик. Берем межную краску и с серым цветом. Дальше мы тут что-то серым растушевываем. Потом мы на этом животике тоже сделаем вот такие серые глянцы. Серые пятнышко. Сюда стараемся таким более светло-серым выходить. Чтобы связать вот этим, ну вот более плавно переместить белый цвет на эту часть. Тоже сюда белым сильно не заходим. Если сюда зайти белым, то мы потеряем объем живота. Поэтому нам надо, чтобы остался вот здесь темный цвет. Растушевываем так, чтобы не потерять нижний оттенок, нижний объем. Ну вот так. Сцепаем сюда. Стояло-заденцово. тут такой славный переход сделал и заодно вот здесь вот лапа вот такая вот беленькая мы делаем только вот эта темненькая надо оставить чтобы они не были две одинаковой лапки аккуратненько так набиваем теперь берем белый цель размазываем и вот тут вот прямыми движениями делаем животик такой светленький и вот здесь вот лапки тем же беленький где вы считаете добавить белого можете добавлять белый цвет будет смотреться как седина по собаку так мы здесь на муканте кормить обязательно так здесь собака подсыхает мы ждем пока у нас подсохнут глаза здесь подкрасим зрачок здесь я добавила черный цвет более черный оттенок теперь вот мы делаем чтобы собака наша смотрела ставим дат на шкалу здесь и вот здесь это будет такой блик как будто светлый зрачок падает и оно таким образом мы показываем что собака у нас живая и не все таки видит теперь вот коготочки я взяла с нестеным цветом покрасила и в молодые линии тоже сделать ну и со всеми коготками то же самое надо сделать потом когда мы вынесем собаку на улицу я покрашу ошейник сделаю его серебряным цветом и золотой цепочкой вот такой у нас будет шарик или тузик еще мы будем определить на среднем ну вот наша собачка и приняла свое место вот она будет жить здесь у кого такой красивой будки охранять вот этот дом можно увидеть шейник покрасили ну видите конечно собачка выглядит по-другому вот он Субтитры сделал DimaTorzok